Он проверял, насколько город стал доступным для людей с инвалидностью. В театре уже стоит специальный лифт для колясочников. Все пороги обклеены желтой лентой, которая бросается в глаза даже слабовидящим. В зале стоят кресла, которые легко убрать, если на спектакль пришел инвалид-колясочник. Здесь же, в Зимнем театре, ему рассказали, как в городе реализуется программа «Безбарьерная среда». У меня просьба, все, что запланировано в декабрь, взять на особый контроль. Промежуточные этапы должны контролироваться, потому что там, тем более, много объектов, которые находятся в частной собственности. Что касается вот этой инфраструктуры, она нужна не только к Олимпиаде, потом разберем. Она нужна, в принципе, вчера, завтра, прошлый год, и так далее. Все это надо делать. После этого Дмитрий Казак вместе с руководителями города и края прошел до морского порта. Сочи стал первым городом в России, где стали создавать безбарьерную среду. Речь идет не только о тактильной плитке, пандусах и лифтах. Например, по городским дорогам уже ездят 108 автобусов, оборудованных специальной техникой для удобства колясочников. Банкоматы устанавливают более низко, опять же, для удобства людей с инвалидностью. Всего же по этой программе абсолютно доступными должны стать около 2000 объектов. Уже выполнена примерно половина работы.